Помню очень сильный такой пример, вот из Блавести нашего, это было на Урале, по-моему, город там, где живет Чухонцев, Магнитогорск, по-моему, да, Магнитогорск, там церковь большая и очень много людей было на собрании. Мы там ездили по Блавестию, и помню вечернее собрание, было очень много людей, ну, наверное, где-то 1200 или 1500 человек было, очень много людей. Молодежи очень много было, и на балконе очень много людей было, и прошло служение очень хорошо, был призыв к покаянию, и там очень многие люди применились с Богом. Молодежи применились с Богом, старшие люди, детки, не знаю сколько, но очень много, очень много. И, наверное, служение прошло часа три, а потом еще покаяние, призыв к покаянию, тоже не меньше трех часов прошло. И один брат, который нас возил на автобусе, был нашим водителем, он делился с нами до того, до собрания, он возил нас из церкви в церковь и говорил, что брать, у меня очень большое переживание. Дети, когда были маленькие, они были послушные, хорошие рассказывали стихотворения, пели в собрании, ходили в служение. И вот тогда они ходили, говорит, ну, нам по ногам ходили, а сейчас, когда выросли, они ходят нам по сердцу. Вот, нам больно очень, потому что они не хотят покаяться. И у него две дочери, они близняшки, да, и они присутствовали на этом собрании. И он нам сказал, что, ну, на ухо, братья, говорит, там наверху, вот на балконе, напротив вас, стоят мои две дочери, и молитесь, пожалуйста, внутри, я буду молиться, чтобы Господь подарил им покаяние. И как раз возле меня брат, вот, был, и мы молились внутренне, Господи, ну, подари покаяние, порадуй родителей. Вот брат так переживает, большое покаяние, они смотрят с этого балкона на низ, и никто не кается, и одна, и вторая не кается. Одна, вроде бы, как бы прослезилась вот так, а другая вот так, вот, очень строго смотрит и немножко улыбается, и как бы, ну, не касается Дух Святой их. Ну, закончилось служение, мы уехали все по домам. Мы спали тогда, я помню, у брата Володича, у Хонцева, и брат, этот отец нас предупредил и сказал, братья, нам надо быть утром в 10 часов на собрании, поэтому у нас перед нами 500 километров надо ехать, а зима, вот, и надо нам будет выезжать где-то приблизно в 3 часа утра, вот, чтобы попасть на собрание в 10 часах. Мы приехали, помолились, ложились спать, и в 3 часа утра, в полчетвертого, разбудил нас звонок такой, тревожный звонок. Братья, я не смогу с вами поехать. А в чем дело? Дело в том, что та моя дочка, которая вот вчера не могла покаяться, не покаялась, она погибла, как погибла? Она попала под машину, то есть ее ударила машина утром, она выходила где-то на работу, 3 часа утра, 4, где-то надо было ехать на работу, и она переходила пешеходный переход, и говорят, что один человек, ну, не в трезвом состоянии, избил людей около 5 или 6 сразу. И ее тоже избила машина, и откинула очень далеко, где-то метров за 10-12. И там люди уже сошлись, полиция, и медики уже вызвали всех, и на этот шум, как бы папа поднялся, и хотел завести машину, приехать за нами, и повернулся, посмотрел, что на светофоре там аварии, подошел туда, там его дочка лежит. И женщина, которая продавала билеты или газеты в будке, она говорит, что ваша дочка попросила меня передать вам, отцу, я так понял, она говорит, что вы отец, но он плакал, наклонился, обнимал ее, она лежала, вот, мертвой уже, что она попросила прощения у Господа. Она шепнула голосом таким умирающим, но женщина вышла и посмотрела на нее, что-то шептала, она преклонилась и говорит, передайте моему папе, что я попросила прощения у Господа. Этот папа был, ну, он плакал, он радовался, он рассказывал, и были похороны, и Господь очень много сделал через этот похорон. Очень много, очень многие молодежи каялись, после нас еще где-то, может быть, месяц-полтора шли покаяния. Брат Володич Хонцев звонил, говорил, что вот сильно Бог потратил молодежь вот этой смертью, и это очень сильно мне запомнилось. Подписывайтесь на наш канал «Примеры из жизни» и следите за обновлениями, чтобы не пропустить наши новые видео. Мы рады каждому зрителю, ведь вы являетесь нашим вдохновением и мотивацией к созданию новых видео. Мы хотим быть для вас не просто развлечением, но источником вдохновения, ободрения и укрепления в вере на жизненном пути. Спасибо, что вы с нами. Да благословит вас Бог.